Здравствуйте мои дорогие, я очень рада встретиться с вами на моем канале. Добро пожаловать в новое парфюмерное видео, где мы с вами из недорогой парфюмерии ищем самую красивую, самую стоящую, чтобы создать недорогие, но роскошные парфюмерные коллекции. Итак, 8 сегодняшних ароматов нас ожидают, все ссылочки на них я оставлю в описании под видео. Также свой скидочный промокод на 10% на рандеву, применяйте его при всех своих последующих заказах. И если вы хотите, чтобы я помогла вам с покупкой парфюмерии и косметики на рандеву с 30% скидкой, то подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет самая верхняя в описании и ждите, когда я публикую объявление о том, что открываю новую совместную закупку. Они у меня через каждые 10-15 дней проходят, всех обязательно возьму, всем помогу, всех в порядке, очереди включаю, всем помогаю. И давайте приступать к сегодняшней парфюмерии на нас уже ждет. Всем желаю приятного просмотра. Начать мне хочется с парфюма от Масаки Мацушима, который называется Мат. Мы с вами уже другую версию этого аромата рассматривали, да, розовенькую. Эта версия совершенно прозрачная. Здесь интересный флакон, он вытянутый в высоту и как будто бы срезан его кусочек, да. Здесь флакон прозрачный, содержимое прозрачное, все довольно лаконично, сдержанно, но интересно. Это аромат исключительно для женщин. Описывается он как озоновый, зелено-акватический, древесный и принадлежит он группе цветочные, фруктовые. 2005 год создания. Ноты красивейшие, поэтому очень хочется его скорее послушать. И аромат действительно удивительно красивый. Он открывается нотой бамбука. Это такая одновременно и зеленая нота, при этом какая-то очень влажная и спокойная. Дальше добавляется чай, и он усиливает эту фужерность. Арбуз придает здесь акватики, немножечко смягчает и чуть-чуть теплоты придает. Ягоды можжевельника всегда очень ароматные и великолепно звучат в любой парфюмерии. В середине открывается лотос, который опять же здесь и цветочности и акватики придает. Мята снова усиливает фужерность и охлаждает этот аромат. Черная смородина здесь ароматная и красивая, да, она здесь чувствуется. И к ней добавлены розы и жасмин, да, классический, очень красивый тандем. В базе это мускус. Пушистый, легкий, притягательный. Парфюм потрясающе красивый, такой многогранный, одновременно и фужерный. Я слишком, кстати, например, фужерные ароматы не очень люблю, потому что они для меня какие-то слишком какие-то прохладные, уж слишком зеленые. Но здесь все как-то сочтено вот так, как нужно, да. То есть вот эта ароматная черная смородина, она балансирует вот эту зелень. Арбуз, опять же, придает теплоты этой зелени. Цветы вот эти прекрасные розы жасмин тоже уравновешивают эту зелень своей цветочностью. Чудесно, просто чудесно. Стоит 5 копеек, но красивый аромат попадает в мою парфюмерную коллекцию. Дальше. Очень интересный аромат мы с вами посмотрим от Versace. Называется Parfum Dillon Purple. Мы с вами Dillon Blue рассматривали уже пару раз, да, в моих обзорах. Это сиреневая версия. У нас сегодня аромат для женщин. И описывается он, как цветочно-фруктовый, цитрусово-амбровый. Принадлежит группе цветочные-фруктовые. И год создания у него 22-й. То есть два года назад он всего выпущен. Голубая версия безумно популярная, да. И решили выпустить альтернативу ее. При этом ноты мне нравятся. Это, опять же, исходя из нос, должно быть здорово. Не хуже, чем синяя версия. И да, так и есть. Это чудесно. Да, сегодня вот такое у нас начало хорошее. Прямо с тех ароматов, которые попадают в то, что мне нравится. Груша, бергамот и горький апельсин здесь на старте. Что может быть прекраснее? Теплый, сочный, зернистый, водянистый груши, прохладного ароматного цитрусового бергамота и теплого апельсина. При этом он с горчинкой немножко. И он здесь, опять же, интересности такой придает этому аромату. Дальше. Фрезия бело-цветочная. Да, чуть-чуть она здесь всегда с кислинкой в парфюмерии. Но это хорошо. Дальше нота, которая называется помороз. Это молекулярное соединение, которое напоминает аромат сухофруктов. И дальше цветок такой нежный, красивый, называется маханиал. В общем, цветочная здесь середина с ароматом сухофруктов. И сухофрукты здесь звучат красиво. Хоть и нежно, молекулярно, но красиво и отчетливо. И в базе у нас здесь амброксан. Это синтетический молекулярный заменитель амбры. Молекула айса и супер. Силькодин. Это четвертое поколение мускусов. Невесомый прозрачный мускус, но при этом делающий свое дело. Притягательность, афродизиачность добавляет этому аромату. Дальше у нас здесь вершинский кедр. Очень нежный, мягкий. И нота, которая называется омбу. Это тоже древесная нота. В общем, база здесь нежная, молекулярно, кетрово, древесная. Очень хорошо сейчас слышится фрезия. Ну и верхние нотки, они тоже немножко отголоски дают вот этой своей сочности, мягкости. Очень красивый аромат. Чудесный просто. Знаю, что вот о синей версии много поклонников. Я думаю, что если расслушают девочки сиреневую версию, тоже будет поклонников не меньше. Дальше следующий аромат, которого мы с вами перейдем, это у нас манталь. Называется бенгал-уд. Аромат для мужчин и для женщин. В их традиционном флаконе, в золотом цвете. Флакон металлический, да, без крышки здесь идет, но с такой защепочкой, которая не позволит нажимать дозатор, если она поставлена. И такой тигр здесь нарисован на флаконе, что я встречаю впервые, да, обычно у них без рисунков флаконы. Описывается он как древесно-кожево-цитрусопудровый и принадлежит группе древесно-цветочно-мускусной. 19-й год создания, то есть новенький аромат. И ноты здесь прям классные. Прям должен быть такой очень красивый унисекс. Я люблю ноту уда в парфюмерии. Он вообще очень притягательно всегда звучит, но опять же, смотря чем его обрамить, да, так он и будет слышаться. О, это просто, это просто шик. Сразу мы слышим здесь уд, он здесь яркий, насыщенный, он здесь горький и такой вот прям натуральный-натуральный. Кстати, достаточно дорогой ингредиент, да, это смола удового дерева. Дальше горький апельсин еще усиливает эту горчинку и вообще уд с апельсином, это, ну, это великолепно. Плюс бергамот здесь все охлаждает. Дальше в средних нотах кожа, хотя мы кожу услышали сразу же, как только вдохнули этот аромат. Мы вообще услышали уд и кожу в основном, да, и с небольшим обрамлением в виде горького апельсина, бергамота. Дальше появляется болгарская роза и роза с удом всегда тоже потрясающее сочетание. Роза с кожей тоже круто всегда звучит. Дальше ирис здесь все запудривает, пачули здесь, добавляют горчинки, но и как бы зеленушкой немножко разбавляют, да, этот аромат, усиливают его характер. Дальше египетский жасмин тоже здесь все смягчает, балансирует. В базе у нас ветивер, сандал и кедр, то есть, да, древесность вот такая вот практически тройная, да, получается. И белый мускус плюс амбра, два афродизиака. Да, звучит невероятно сексуально, но мужчине будет смотреться просто шедеврально. Девочки, любящие уд и кожу, обратите внимание на этот аромат, хотя бы пробничек послушайте, потому что это очень дорого. Вот кто любит Марфу, да, от мема, вот обязательно послушайте, потому что это просто шедевр, насколько здесь красивый уд. Я хоть ни поклоннику ни сексу, но в мою коллекцию это попадет однозначно. Дальше. Следующий аромат, который мне прям был очень сильно интересен, так называется он ваниль сандал от бренда Reminiscence. Пробник его стоил очень бюджетно, поэтому я его и заказала, я потому что по цене пробников иду, но я смотрю, что полноразмерная версия стоит прям дорого. Удивительно, да? То есть, выгоднее много-много пробников купить, чем полноразмерный флакон. Аромат для мужчин и для женщин, и хочу отметить здесь красоту самого флакона. Вот он настолько лаконичный, настолько здесь правильные линии. Опять же, лаконичная крышка в виде правильного кубика и ничего лишнего. Ну вот тоненькие здесь стеночки, да? Содержимое такого цвета шампанского, даже ванильного цвета, да? Вот такого. Я прям в восторге, прям эстет внутри меня сейчас ликует, глядя на этот флакон. Описывается этот аромат как древесно-пудрово-ванильно-тепло-пряный и принадлежит он группе восточные древесные. Да, ноты здесь такие гурманские, я бы сказала. Ну, слушайте, следующий аромат и, опять же, красивый. Открывается он специями и карамелью. Но это чудесно, потому что вроде бы специи такие ароматные, пряные, они достаточно звучные и всегда прохладные, то есть редко когда специи каким-то теплом пахнут. Но здесь балансирует вот эту вот прохладу, немножко горькость, да, вот эту вот пряность. Карамель. И получается у нас специи здесь теплые, но это вообще просто роскошно. Удивительно красивое сочетание. Карамель здесь прям такая красивая, она какая-то не кондитерская, а вот именно теплая, очень приятная, именно вот круто балансирующие вот эти специи. Дальше в середине сандал, просто чудесный. И кашмировое дерево делает этот аромат бархатистым. В базе мадагаскарская ваниль, и она здесь очень сильно слышна, плюс мускус. Ваниль просто восхитительная. Ее здесь много, чему я очень-очень рада. Аромат дорогущий, роскошнейший. Очень советую послушать пробник. Он там стоит что-то 150 рублей. Я прям сегодня же обольюсь им, когда пойду к своей подруге. Она у меня тоже очень любит парфюмерию. Дальше. Вот бренда. Костюм National. Мы с вами уже рассматривали несколько ароматов от него, да. Аромат, который называется Scent Intense. Аромат для мужчин и для женщин. В черном флаконе, в виде вот такой трапеции с округленными краями. Ну да, для того, чтобы и мужчина, да, и женщина спокойно этот флакон могли у себя поставить на полочку. Вписывается он как амброво-древесный, теплый, пряный, зеленый. И принадлежит группе Восточные Древесные. 2002 год создания. И много нас здесь необычного ждет. Аромат прохладный. Никакого здесь тепла вообще нет. Достаточно такой горьковатый, пряный. Открывается зеленой нотой чая. Плюс корица. Здесь очень громко звучит. Она здесь в основном перекрикивает даже чай. И вообще все остальные ноты перекрикивают. То есть коричный аромат. Плюс яблоко зеленое, плюс бергамот. Они еще больше делают эту корицу и этот чай холодными. Дальше. Средний нот. Это гибискус. Тоже достаточно прохладный цветок. Вот в жасмине есть тепло. И да, вот благодаря жасмину этот аромат перестает быть таким холодным. И таким корично-холодным. Да, пряно-холодным. Дальше здесь давана зеленая. Опять же здесь фужерности придает. И в базе у нас сразу две амбры. Это кристаллизированная амбра и просто амбра классическая. Сандал плюс кожа, плюс пачули, плюс алибанум. Сандал здесь древесности придает. Пачули горчинки, да, и такой характерности. Плюс кожа здесь характера добавляет. Этого не сексовости. Ну и холодная алибану здесь. Да, но мужчине будет смотреться изумительно хорошо. А девочкам, любящие пряности, кожу, вот сюда. Следующий аромат от принцесс Марина де Бурбон. Называется символ for a lady. Хочу обратить ваше внимание на флакон, да, и на его схожесть с ароматом Q. От Dolce & Gabbana с флаконом, точнее, да. Тоже такая какая-то вот здесь крышка в виде, там в виде короны, здесь в виде скипетра. Флакон похож, и содержимое розового цвета. Единственное, что по краям этого флакона такие резные листья как бы находятся, да. Аромат для женщин описывается как цветочно-пудрово-цитрусово-фруктовый. Принадлежит группе цветочные и фруктовые. 21 год создания, то есть 3 года всего лишь этому аромату. И ноты такие, знаете, милые, универсальные. Я думаю, что мне должно понравиться. Кстати, как-то я хуже думала об этом бренде, когда впервые послушала пару его ароматов в магазине. А сейчас нет, вот я как-то вижу, что есть у них достойные ароматы. И этот один из них очень-очень даже интересный. Здесь айва плюс гриппфрут. Айва здесь теплая, такая мягкая, сочная, желтая, спелая. Гриппфрут прохладный. Но он какой-то тоже здесь поспелый. Я бы не сказала, что горчит он. В основном здесь айва. И она прям долго так пахнет, такая желтая, классная. Вот если хотите услышать аромат с нотой айвы и долго-долго вдыхать эту ноту, то вот вам сюда. В общем, она здесь такая весьма натуралистичная. Сегодня солнышко опять пляшет. И я для вас то слишком засвеченная, то слишком темная. Сонечка, не переживай, нет. Я никуда не пошла здесь. Дальше переходим к средним нотам. Это исключительная цветочность в виде ароматнейшего гиацинта, в виде пудрового ириса и теплого цветочного жасмина. Кто балуется? Кто раскидал все? Промнички наши. Сонечка, зайка. Сама же уронила, сама же испугалась. Да, девочка маленькая. Вот такая вот у меня сладкая сегодня куколка-помощница, да, мягенькая. Все вместе делаем и спим, и работаем, и пушим, да. Вот, исправила я эту светоиллюминацию. Гиацинт, ирис и жасмин. Гиацинт очень красивый ароматный цветок. Всегда его слушаю в магазинах, когда он приходит, да, в таких подложечках. Ирис здесь пудровый, жасмин активный. И база кедровая. И кедр здесь сейчас очень хорошо ощущается. Вот я прям слышу практически моно-кедр. И он такой активный, интенсивный. И очень красивый, натуральный. Плюс мускус и амбра, да. И мне этот аромат очень нравится тем, что он медленно перетекает из одних нот в другие ноты. То есть мы долго слышали здесь верхние ноты, потом мы долго слышали средние ноты. А теперь мы слышим практически моно-базу, потому что это кедр. И я даже цветов здесь как-то особо не слышала у шруктов точно. Звучит замечательно. Прям очень хорошо у нас получилось. Следующий аромат, к которому мы перейдем с вами, это Эйфория от Кельвин Кляйн. Аромат для женщин. Мужскую версию мы с вами уже рассматривали. Сейчас очередь дошла до женской версии, чему я очень рада. Описывается этот аромат как древесно-цветочно-сладко-пудровый. И принадлежит он группе Восточные Цветочные. 2005 год создания. То есть такой давно он создан, этот аромат. И много-много здесь необычного. Прям очень сильно много необычного. Тем интересно узнать этот аромат. Кисленький аромат. Открывается нотой граната. Причем гранат здесь он прям кисленький. Он не спелый, не теплый, не сладкий. А вот именно с кислиночкой. Плюс хурма, плюс зеленые ноты. Зеленые ноты для меня тоже такие освежающие. Они тоже прохладные. Поэтому здесь гранат, плюс вот эти прохладные зеленые ноты. И вообще много прохлады здесь получается по итогу. Теперь все меняется, потому что появляется черная орхидея. Она здесь все смягчает, делает цветочное и теплым. Все пропадает вот эта вот прохлада. Теперь мы слышим исключительную цветочность. Дальше добавляется здесь акватический лотос, нежный. И чемпака. Желтый красивый цветок, теплый. В базе у нас здесь махагони. То есть это дерево такое, да, древесность. Здесь амбра, черная фиалка, здесь пудровость придает. И взбитые сливки, теплоты и вкуснятины придает этому аромату. Вот сначала, когда я его вдохнула, думаю, боже мой, как это кисло и как это прохладно. Даже через чур. Но вот быстро улетучились вот эти первые нотки. И сейчас это звучит прекрасно. И взбитые сливки здесь не звучат кондитерски, да. Они здесь придают какой-то воздушности, нежности этому аромату и теплоты. Да, звучит очень классно. И, кстати, содержимое такого же цвета, как и мужская версия. Что интересно. Ну и последний аромат на сегодня. Мне очень хочется его послушать, потому что я всегда в восторге от флаконов этой линейки. Мы уже с вами два аромата из этой линейки посмотрели. А сейчас мы будем смотреть третий аромат. Называется он Moonlight от Ариана Гранде. Такая вот певица, да. Кому-то нравится, кому-то нет. Я, по-моему, вообще ни одной песни у нее не слышала. Как-то вот меня не привлекает такая музыка. Ну, это лично мое, да. Аромат для женщин и всегда красивые флаконы. Всегда вот он вот такой, да. Вот такой формы, такого вида. Только меняются виды окрашивания, да, цвета. Такой вот помпон здесь. Розово-сиреневый. Крышка розово-сиреневая. Сам флакон здесь окрашен в перламутр. Причем это такой шарик с множеством граней. Множество, множество граней. И он весь переливается. И это очень красиво. Я бы вот хотела, да, такой флакон у себя в парфюмерной коллекции, конечно, иметь. Описывается он как фруктово-сладко-пудрово-цветочный. Принадлежит группе цветочной фруктовой. 17-й год создания. Прекрасные фотографии можно найти в интернете, как выглядит вживую этот флакон. И мы с вами будем слушать его. Вот это вот, по-моему, единственный аромат из этой линейки, который мне нравится. Потому что в прошлой версии, в прозрачно-розовой, да, было много маршмеллоу. И он был таким каким-то притерно, немножко химозным, что ли. Здесь открывается этот аромат сливы и черной смородины. Это очень ароматно. Но мы сразу же слышим середину. Это нота маршмеллоу плюс пион. То есть мы слышим, вдыхая впервые этот аромат, сливы, черную смородину плюс маршмеллоу. Они такие здесь сладкие-сладкие. Зефирки такие. Но их не переборщили. И в базе, база у нас сандаловая, с ванилью, что опять же еще теплее делает этот аромат. И плюс амбара. Ну вот как-то более спокойно сейчас звучит этот аромат. Потому что, ну вот все равно маршмеллоу здесь уж очень интенсивные. Я вот так сижу, прикидываю, смогла бы я, например, носить такой аромат. Нет, для меня он слишком сладкий. Слишком такой вот прям вкусно. Хотя нет, вот он сейчас смягчается. И мы чувствуем почему-то черную смородину, сливы и ваниль. Как будто бы эта нота маршмеллоу, она здесь прогремела, да, и ушла тихонечко. Да, и сейчас это вполне себе даже симпатичненько. Ну вот и все на сегодня. Такими были 8 наших бюджетных ароматов. Очень надеюсь, что была интересна и полезна для вас. Спасибо, что ежедневно заходите смотреть мои ролики на мои ежедневные традиционные парфюмерные посиделки. Я с вами очень рада встречаться каждый день. Люблю, когда вы мне пишете что-то интересное в комментариях. Поэтому продолжайте, пожалуйста, это делать. И также оценивайте это видео лайком. Это очень помогает в продвижении просмотров. Разворачивайте описание, чтобы найти все лежащие там ссылки на парфюмерию. На все мои соцсети, в которые я приглашаю вас подписаться. Обязательно вступайте в совместную закупку. Я вам помогу все заказать с 30% скидкой. То есть, одну треть вы читаете. И это очень выгодно. Уже многим помогла. И до вас тоже обязательно дойду. Подписывайтесь на мой канал, на мой Яндекс.Дзен канал обязательно. Потому что там есть монетизация. И это российская платформа. Мы с вами точно никогда не потеряемся. Если даже вдруг Ютуба не станет нашей стране, что вполне вероятно. И прощаюсь с вами до следующего своего видео. До завтра. Всех люблю. Целую, обнимаю. Очень вами дорожу. Всем до скорых встреч. Вот тут вот у меня есть самое сладкое существо на свете. Самое сладкое. Спать негде нам больше. Только вот так вот на шторочке. Маленькие такие кыски, зайки, сладкие. Очень сильно устала за день кошечка. Несколько раз поспала, покушала один раз. Очень устала. Все спит без задних ног маленькая. Сонечке режим. Маленькие зайки. Вот как хорошо на шторке-то спать. Маленькие. Притомился ребеночек. Снегой сладкий. Маленькие такие лапки сладкие. Соненька. Соненька. Пойдем со мной спать. Уже пора спать ложиться. Или ты тут будешь спать сегодня? Ой. Соненька. Субтитры создавал DimaTorzok